кобея прекрасная однолетняя лиана всем привет меня зовут юлия и вы на канале световоды всех стран объединяйтесь и сегодня я хочу поговорить с вами о вертикальном озеленении сегодня я нахожусь в гостях и хочу показать вам какие в этом саду есть лианы самое очаровательное на мой взгляд это вот эта однолетняя лиана как я вам говорила называется она кобея к сожалению цветет она не очень обильно в нашем климате буквально отдельные такие единичные цветочки но насколько она мощная насколько она довольно быстро увевает любые поверхности будь это забор арка ну в общем любую опору ей дай и она очень очень быстро на нее вскарабкается так что очень рекомендую я например для для себя взяла на заметочку и обязательно в следующем году посажу вот такую красоту также в этом саду есть виноград причем виноград не как обычно в подмосковье сажают изабеллу нет этот виноград он десертный не знаю получится ли успеет ли он вызреть посмотрим но растет очень красиво очень мощная такая ли она тоже получается и много в этом саду и помеи разных цветов сейчас к сожалению вечер у и помеи вечером цветочки закрываются но можете посмотреть что их достаточно много но вот по моему опыт и и вот хозяйкой этого сада мы разговаривали и помея очень очень долго раскачивается вот сейчас начало августа и она только-только вот начала создавать такую стеночку непроницаемую например скобей и и конечно сравнить нельзя к обея очень быстро набрала рост и я думаю если вот кому-то надо создать такое найти непроницаемую стенку то наверное более правильно сажать к обею и помея все таки она очень очень долго раскачивается конечно в сентябре это будет такая прям сплошная стена но к сожалению в сентябре уже как правило мы заканчиваем дачный сезон вот ну и пойдемте посмотрим какие еще здесь есть лианы и еще в этом саду есть теперь черешковая гортензия посажена она только в этом году поэтому пока себя не показывает как лиана но очень скоро она будет подниматься по этому забору вот посмотрите какая прекрасная опора для той же кабеи оказалась сосна очень понравилась кабеи взбираться по сосне и если вы видите то метра на 3-4 она поднялась даже не верится что это однолетняя лиана что всего за три месяца а высаживала ее хозяйка этого сада где-то в мае вот на такую высоту вскарабкалась эта красавица такие у нее есть усики усики которыми она цепляется и благополучно взбирается на любую опору еще раз повторюсь сейчас я вам покажу еще она в одном месте растет но здесь конечно ей более удобно здесь сетка натянута по забору и вот так она взбирается по ней очень очень симпатично смотрится еще один прекрасный представитель вертикального озеленения это лимонник лимонник который со временем будет не только украшать ваш сад но еще будет давать вам полезные ну и кому-то нравится может быть на мой вкус конечно они своеобразные очень плоды но все равно мы заготавливаем и это такой природный энергетик который придает силы и с утра встал съел ложечку такого живого варенья и можешь целый день работать и работать у себя на даче вот такая красота и конечно же куда нам без девичьего винограда этот девичий виноград растет у соседей и вот так заползает на этот участок вот уже даже захватывает не только забор но и туи но посмотрите какая непроницаемая стена и конечно как вариант отгородиться от соседей очень даже хороший вариант и покажу вам как можно увидеть беседку вот такая беседочка получается увитая виноградом и опять таки беседка увитая однолетний повторюсь потому что мне самой не верится что это красавица однолетняя вот она вот они цветочки красивые такие и посмотрите какая мощь какая мощь у этой лианы я просто в восторге от нее и соседствует она с актинидией коломикты вот хозяйка этого сада вырастила из черенков эти растения но вроде как здесь и мальчики есть и девочки так как уже даже где-то здесь есть плоды незначительные конечно но они есть вот они вот такие маленькие плоды ну и смотрится очень очень симпатично я у себя на участке тоже посадила возле веранды открытой и надеюсь что через четыре года будет у меня вот такая же стеночка а пока в помощь нам кобея обязательно обязательно посажу и хотела я вам показать я даже в каком-то видео вам показывала вот этот многолетний горошек но к сожалению сейчас вот уже в начале августа он выглядит не очень симпатично вот отдельные цветочки они конечно очаровательные но вот сейчас это все надо состричь убрать в общем-то вся ли она будет не очень густая и цветов на ней тоже практически уже сейчас не осталось но цветочки очаровательные очень мне нравится и хочу показать вам еще одну ляну которая к сожалению по словам хозяйки не очень ее порадовала в этом году это жимолость приморская сиротина вот несколько четыре цветочка я вижу ее там еще один бутончик вот такие у нее цветы очень симпатичные очень душистые очаровательное растение но требует укрытия и хозяйка не укрыла в прошлом году жимолость тепла получается вот цветение в этом году ужимолости очень не обильная практически совсем совсем мало цветов но ничего в следующем году будем надеяться что вся эта арка будет усыпана такими ароматными душистыми цветами ну вот к сожалению и заканчивается наша вечерняя прогулка по прекрасному саду я вам показала какие интересные растения какие интересные лианы растут в этом саду как можно с их помощью красиво увить беседку или сажат создать такой живой шатер из винограда а может быть вам понравится вот такая зеленая арка проходя через который можно сорвать кисточку вкусного сладкого винограда если он конечно успеет созреть сожалению сейчас уже мы не увидели климатисов которых здесь в этом саду очень много разных сортов но они уже практически все отцвели но ничего страшного в следующем году мы обязательно придем в этот сад еще раз в гости я думаю не один раз и я расскажу и покажу какие климатисы какие сорта здесь растут а сейчас мне хочется пожелать вам доброго вечера доброго дня или доброго утра у нас уже поздний вечер и как не жаль расставаться с этим прекрасным садом но пора собираться домой и конечно же по традициям своего канала хочу от души пожелать вам как можно больше приятных мгновений в наших садах самое главное это мир в наши дома пока пока